Уолтер Миллер. Кантата для Лейбовича. Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Брат Фрэнсис Джерард из Юты никогда не нашёл бы святого манускрипта, не будь пилигрима в набедренной повязке, что явился во время его великопостного бдения в пустыне. Брат Фрэнсис никогда прежде не видел странников на бедренной повязке, но с первого взгляда понял, что незнакомец — настоящий паломник. Это был высокий человек в соломенной шляпе с палкой в руке и с буйной бородой, пожелтевшей возле рта. Паломник слегка прихрамывал, и бёдра его были обёрнуты куском рваного и грязного конопляного полотна. Единственного одеяния, если не считать шляпы и сандалий. На ходу он мелодично посвистывал. Незнакомец пришёл с севера по заброшенному ухабистому тракту и, похоже, направлялся в аббатство братьев Лейбовича, что располагалось в шести милях южнее. На обширной территории древних руин паломник и монах заметили друг друга издалека. Пришелец перестал свистеть и вытаращил глаза. А молодой монах, следуя правилам отшельничества в дни поста, быстро отвёл взгляд и вновь принялся собирать камни, чтобы укрепить своё временное обиталище и защититься от волков. Слегка ослабленный после десятидневной диеты из плодов кактуса, брат Фрэнсис чувствовал, что от усилий у него кружится голова и видел окружающее, словно сквозь туман, испещрённый танцующими чёрными лепестками. В первое мгновение он решил, что бредит от голода, но тут бородатый призрак весело крикнул. «Эй, там!» Голос у него был приятный и звучный. Обет молчания не позволял молодому монаху ответить на приветствие, и он только слегка улыбнулся, опустив взгляд. «Эта дорога ведёт к обители?» — спросил странник. Послушник кивнул и потянулся за обломком, похожим на мел. Паломник подошёл ближе. «Что ты делаешь со всеми этими камнями?» — поинтересовался он. Монах встал на колени и торопливо написал на широком плоском камне слова «Одиночество и молчание», чтобы путешественник, если он умеет читать, что было статистически маловероятно, понял, что искушает кающегося грешника и оставил его в покое. «Да, ничего не поделаешь», — сказал паломник. Он постоял немного, поглядел по сторонам, после чего стукнул палкой по одному из больших камней. «Этот может тебе пригодиться», — произнёс он и добавил. «Желаю удачи и чтоб ты нашёл голос, который ищешь». В ту минуту брат Фрэнсис не понял, что чужак имел в виду голос с большой буквы, а подумал, что старик счёл его глухонемым. Он ещё раз взглянул на паломника, тот удалялся, посвистывая, молча благословил его, желая безопасного путешествия, и вернулся к своему занятию. Строительство укрытия размером с гроб, в котором можно спать ночью, не рискуя стать добычей волков. Стая перистых облаков, плывущих, чтобы одарить влажным благословением далёкие горы, принесла желанный отдых от палящих лучей солнца, и молодой монах упорно работал, торопясь закончить своё сооружение, прежде чем они растают. Работал он, тихо молясь, о послании ему истинного зова, поскольку такова была цель медитации во время поста в пустыне. Наконец он поднял камень, на который указал паломник. В ту же секунду кровь отлила от его лица, он отступил на шаг и выпустил камень, словно обнаружил, что под ним таилась ядовитая змея. Среди обломков лежала полураздавленная, ржавая, металлическая коробка. Монах с любопытством потянулся к ней, но потом остановился. В мире существовали не только божьи вещи, но и иные. Он торопливо перекрестился, прошептал короткую молитву и, укрепив тем дух свой, вновь повернулся к коробке. «Апаге, Сатанас! Апаге, Сатанас! Изыди, Сатана!» Он погрозил ей тяжелым крестом отчеток. «Изыди, подлый искуситель!» Украдкой вынув из кармана рясы небольшое крапило, брат Фрэнсис, прежде чем находка могла понять, что он собирается делать, быстро окропил ее святой водой. «Если ты дьявольское творение, сгинь! Пропади!» Но коробка не усохла, не взорвалась и не расплавилась. Не потекло из нее и богохульной сукровицы. Она спокойно лежала на своем месте, позволяя солнцу и пустынному ветру высушить святые капли. «Да будет так», — сказал монах и присел, чтобы вытащить ее из углубления. Сев на землю, он почти час колотил коробку камнем, пытаясь открыть ее. Ему пришло в голову, что такая археологическая находка, по-другому ее не назовешь, может оказаться знаком его зова, посланным небесами. Но он отогнал эту мысль так же быстро, как она появилась. Аббат сурово предостерегал его, чтобы он не ожидал какого-либо эффектного откровения. Брат Фрэнсис покинул обитель, собираясь 40 дней паститься и замаливать грехи, чтобы в награду на него сошло вдохновение в виде зова к Ордену. Но ожидать видения или голоса, вопрошающего Фрэнсис «Ты где?», было бы чрезмерной дерзостью. Слишком много послушников возвращались от пустынного бдения, рассказывая о видениях и знаках на небе, поэтому добрый аббат выработал по отношению к ним довольно энергичную линию поведения. Только Ватикан имел право определять подлинность таких событий. Солнечный удар еще не доказывает, что ты готов принять торжественные обеты Ордена. Гремел он. И все же брат Фрэнсис, колотя старую металлическую коробку, старался не сломать ее окончательно. Она открылась неожиданно. Рассыпав часть своего содержимого, монах долго разглядывал все это, прежде чем осмелился чего-либо коснуться, и дрожь возбуждения сотрясала его тело. Настоящие древности. Как студент-археолог он не верил своим глазам. Брат Джерис позеленеет от зависти, мелькнуло у него в голове, но он быстро пожалел об этой грешной мысли и возблагодарил небеса за сокровища. Брат Фрэнсис осторожно коснулся найденных предметов, они оказались достаточно реальны, и принялся их сортировать. Учеба дала ему достаточно знаний, чтобы узнать отвертку, инструмент, которым некогда пользовались, чтобы ввертывать в дерево тонкие кусочки металла. И щипцы со стриями, не больше ногти, но достаточно мощными, чтобы разрезать мягкие кусочки металла или кости. Лежало там и странное устройство со сгнившей деревянной ручкой и тяжелой медной оковкой, к которой пристали несколько капель расплавленного свинца. Но молодой монах не знал, для чего это служило. Рядом он заметил кольцевидный рулон липкой черной субстанции, слишком пострадавшей от времени, чтобы ее можно было опознать. Лежали там также странные кусочки металла, битое стекло и множество тонких цилиндрических предметов с проволочными усиками, похожих на ценимые горными язычниками талисманы и амулеты. Некоторые археологи считали их останками легендарной машина-аналитика из времен предшествовавших огненному потопу. Все эти предметы брат Фрэнсис внимательно осмотрел и разложил на широком плоском камне, оставив документы на самый конец. Они считались ценнейшими находками, поскольку слишком мало из написанного избежало костров века упрощения, когда даже святые книги скручивались, чернели и улетали с дымом под аккомпанемент мстительного воя невежественных толп. Ценная находка состояла из двух больших, сложенных несколько раз листов бумаги и трёх рукописных заметок. Все они потрескались, пожелтели от старости, и он обращался с ними очень осторожно, заслоняя от ветра полой рясы. Документы, написанные небрежным курсивом предпотопного английского языка, теперь его использовали наравне с латынью, только монахи в святых обрядах едва можно было разобрать. Брат Фрэнсис медленно прочёл записки, разделяя слова, хоть и не был уверен в их значении. Одна из записок гласила «Фунт Пастромы, банка кислой капусты, шесть булок для Эммы». Другая напоминала «Не забудь принести формуляр 1040 о доходах дяди». А третья состояла из колонки цифр с обведённой овалом суммой, от которой отняли другое число, а результат поделили на третье, после чего следовало слово «проклятие». Он ничего из этого не понял и просто проверил расчёты. Ошибок не было. Из двух больших листов бумаги один был плотно свёрнут и начал распадаться на кусочки, когда молодой монах попытался его развернуть. Он лишь сумел прочесть слова «купон заезда» и ничего больше, а потом сунул его в коробку, чтобы изучить позже. Второй большой документ был сложен вчетверо и оказался таким хрупким на сгибах, что брат Фрэнсис смог изучить только небольшой его фрагмент, слегка раздвигая края и заглядывая внутрь. Это был рисунок, сетка белых линий на тёмной бумаге. И снова дрожь возбуждения прошла по всему телу. Он нашёл схему, необычайно редкую разновидность древних документов. Их особо ценили исследователи древностей, хотя и считалось, что нет ничего труднее для перевода. И словно сама находка не была ещё достаточным доказательством необычайной благосклонности небес, в колонке слов, написанных в нижнем углу документа, присутствовало имя основателя его ордена, самого благословенного Лейповича. От счастья, руки монаха дрожали так сильно, что он едва не порвал ценный документ. Он вспомнил прощальные слова паломника, чтобы ты нашёл голос, который ищешь. Настоящий голос, вокс, с большой буквы, похожей на крылья снижающегося голубя в три цвета на золотом фоне, как в вередигном, истинно достойном, или в виде аквам, вижу воду в начале страницы служебника. Ви, он видел это совершенно ясно, как в вокалио, призываю. Он взглянул укратко ещё раз, дабы убедиться, что не ошибся, а потом выдохнул. Беата Лейбовиц, Ора Проме, Санкт-Лейбовиц, Анди Ме, Блаженный Лейбович, молись за меня, Святой Лейбович, услышь меня. Эта последняя фраза была довольно смелой, поскольку основатель ордена ещё не был канонизирован. Забыв о предупреждении аббата, он быстро встал и взглянул сквозь дрожащий на солнце воздух на юг, куда направился старый странник в набедренной повязке из конопляного полотна. Но паломник давно уже исчез. Наверняка то был ангел Господен, если не сам Блаженный Лейбович, ибо разве не он открыл тайны этого чудесного сокровища, указав камень, который следовало передвинуть, произнеся напоследок пророческие слова. Брат Фрэнсис стоял, трясясь от праведного страха, пока солнце не покрыло краснотой вершины гор, и вечер стал грозить поглотить его мраком. Наконец он вздрогнул и вспомнил о волках. Необыкновенный дар не усмирил бы диких зверей. Поэтому молодой монах поспешил закончить строительство укрытия, прежде чем тьма окутает землю. Когда на небе вспыхнули звезды, монах развел огонь и приготовил свой обычный ужин из небольших красных плодов кактуса, единственное разрешенное пропитание, за исключением горсти жареной кукурузы, которую приносил каждую субботу священник. Случалось ему жадно посматривать на ящериц, бегавших среди камней, а по ночам мучили кошмары, обжоры. Но в тот вечер голод донимал его меньше, чем желание бежать обратно в аббатство и рассказать остальным братьям о чудесной встрече. Разумеется, это было невозможно. Пришел зов или нет, он должен остаться здесь до конца поста. И вести себя так, словно не случилось ничего необычного. Сидя у костра, он погрузился в мечты. На этом месте возведут собор. Он даже видел его вздымающиеся из руин древнего поселения, его великолепные башни, видимые в пустыне с расстояния во много миль. Однако соборы предназначены для крупных скоплений народа, а в пустыне жили только разрозненные племена охотников и монахи аббатства Лейповича. Тогда он ограничил свои мечты часовней, привлекающей множество паломников в набедренных повязках. Наконец задремал, а когда проснулся, светились только угли костра. Ему показалось, будто что-то не так. Один ли он? Брат Фрэнсис заморгал, напрягая глаза. Из-за кучки красноватых углей на него смотрел большой темно-серый волк. Монах ойкнул и бросился к убежищу. Это восклицание, решил он дрожать страха в каменной норе, не было серьезным нарушением обета молчания. Прижимая к груди металлическую коробку, брат Фрэнсис молился, чтобы дни поста скорее кончились, а снаружи доносилась тихая поступь мягких лап. Каждую ночь волки кружили вокруг лагеря брата Фрэнсиса, наполняя мрак своим воем. Дни превратились в дьявольскую пытку. Жарой и палящими лучами солнца молодой монах проводил их в молитвах и сборе дров, стараясь сдерживать свое нетерпение в ожидании конца поста и пустынного бдения. Но когда, наконец, пришел тот день, брат Фрэнсис был слишком голоден, чтобы радоваться. Он медленно упаковал свою сумму, надвинул капюшон для защиты от солнца и взял подмышку бесценную коробку. Похудевший на 15 килограммов и значительно слабее, чем в среду первого дня великого поста, он с трудом преодолел шесть миль, отделявших его от аббатства, и до предела истощенный рухнул перед воротами. Братья, которые внесли его вовнутрь, вымыли, побрили и умастили его иссохшее тело, донесли, что брат Фрэнсис непрерывно бредит о видении в набедренной повязке из конопляного полотна, обращаясь к нему то как к ангелу, то как к святому. Часто поминает имя Лейбовича и благодарит его за обнаружение святых реликвий и гоночных купонов. Известия об этом дошли до братья, а вскоре и до ушей аббата, глаза которого немедленно превратились в щелки, а мышцы лица затвердели, как камень. «Привезти его сюда!» рявкнулся и почтенный муж таким тоном, что присутствовавший при сём хроност помчался стрелой. Аббат ходил по келье, кипя от гнева. Не потому, что был против чудес, как таковых, если они были надлежаще изучены, удостоверены и утверждены, поскольку чудеса создавали основу, на которую опиралась его вера. Но в прошедшем году он имел дело с братом Наеном и его чудесной петлёй, годом раньше, с братом Смирновым, таинственным способом, излечившимся от подагры после того, как коснулся предполагаемой реликвии Лейбовича. А три года назад эти случаи становились слишком частыми и слишком возмутительными, чтобы терпеть их и дальше. Со времени причисления Лейбовича к лику блаженных, эти молодые глупцы шныряли вокруг в поисках обломков чудесных реликвий, подобно стаи добродушных собак, скребущихся в двери рая, моля об объедках. Это было вполне понятно, но совершенно невыносимо. Каждый орден жаждет канонизации своего основателя и радуется даже малейшим фактам, служащим этому делу. Но паства аббата слишком обнаглела. Их жажда чудес превращала альбертианский орден Лейбовича в посмешище в новом Ватикане. Поэтому аббат решил, что каждый новый вестник чудес испытает на себе их следствие, либо в виде кары за импульсивное бесстыдное легковерие, либо в виде покаяния за дар милости в случае последующей верификации. До того, как молодой послушник постучал в дверь его кельи, аббат успел привести себя в состояние кровожадного ожидания, скрываемого под маской равнодушия. «Входи, сын мой», — прошептал он. «Ты посылал?» Послушник счастливо улыбнулся, увидев на столе аббата знакомую металлическую коробку. «За мной, отец Джоан». «Да». Аббат заколебался, потом язвительно добавил. «А может, ты хотел, чтобы с тех пор, как ты прославился, я приходил к тебе?» «О, нет, отче». Брат Фрэнсис покраснил и громко сглотнул слюну. «Тебе семнадцать лет, и ты законченный идиот». «Конечно же, ты прав, отче». «Чем ты докажешь свое скандальное утверждение, что готов принять монашеские обеты?» «Я не могу дать никакого доказательства, мой учитель и наставник, моя грешная гордыня непростительна». «Уверенность в том, что она велика настолько, что даже непростительна. Есть еще большая гордыня», рявкнул в ответ Аббат. «Да, отче, воистину я всего лишь ничтожный червь». Аббат холодно усмехнулся и вернулся к позе настороженного спокойствия. «И ты готов отречься от бредовых слов об Ангеле, который прибыл, дабы показать тебе?» Презрительным жестом он указал на металлическую коробку. «Эту груду мусора». Брат Фрэнсис проглотил слюну и закрыл глаза. «Я боюсь, что не смогу от этого отречься, мой господин». «Что?» «Я не могу отречься от того, что видел, отче!» «Ты знаешь, что ждет тебя сейчас?» «Да, отче, тогда приготовься». Послушник вздохнул, подобрал рясу до пояса и наклонился над столом. Почтенный Аббат вынул из стола толстую линейку из дерева орешника и отсчитал ему десять звучных ударов по голым ягодицам. После каждого удара послушник добросовестно отвечал «Део Гратиас», благодаря за урок добродетели смирения. «А теперь ты возьмешь свои слова обратно?» спросил Аббат. «Не могу, отче». Аббат повернулся к послушнику спиной и некоторое время молчал. «Ну, хорошо», — коротко бросил он. «Иди, но не надейся, что вместе с другими примешь обед этой весной». Брат Фрэнсис, рыдая, вернулся в свою келью. Другие послушники вольются в ряды братьев ордена Лейбовича, тогда как ему придется ждать следующего года и провести еще один пост среди волков в пустыне в ожидании зова, который, как он считал, был ему же явно послан. Спустя несколько недель молодой монах все же нашел некоторое утешение в том, что брат Джуан не всерьез назвал его находку грудой мусора. Новые археологические находки вызывали большой интерес среди братьев, которые потратили много времени, чистя инструменты и классифицируя их, приводя документы в нормальный вид и пытаясь понять их значение. Среди послушников прошел даже слух, что брат Фрэнсис нашел настоящие реликвии благословенного Лейбовича, особенно в виде схемы, носящий надпись «О. П. Кобблстоун Р. И. К. Лейбовиц С. Хардин» с несколькими коричневыми капельками, которые могли быть его кровью или же, как заметил Аббат, следами от яблочного огрызка. Но сам документ носил дату лета господнего 1956 и, значит, принадлежал временам, в которые жил сей почтенный муж, фигуру которого скрывали столько легенд и мифов, что, кроме нескольких фактов, не было известно ничего конкретного. Рассказывали, что Бог, желая испытать людей, приказал мудрецам той эпохи и среди них блаженному Лейбовичу усовершенствовать дьявольское оружие и отдать его в руки тогдашних фараонов. С помощью этого оружия человек за несколько недель уничтожил свою цивилизацию и стер с поверхности земли большую часть населения мира. После огненного потопа пришли эпидемии, безумие и кровавое начало века упрощения, когда оставшиеся в живых люди разорвали на куски политиков, техников и ученых и сожгли все архивы, где могла содержаться информация, с помощью которой можно было снова поставить мир на грань катастрофы. Ничто не вызывало такой ненависти, как записи и образованные люди. Именно в то время слово «простак» приобрело значение «почтенный гражданин», определявшийся некогда как «серый человек». Дабы избежать справедливого гнева оставшихся в живых простаков, многие ученые и образованные люди скрывались в единственном святилище, пытавшемся обеспечить им защиту. Святая церковь приняла их, одела в монашеские рясы и попыталась спрятать от Молоха. Порой это убежище было безопасным, но чаще случалось иначе. Люди нападали на монастыри, жгли архивы и святые книги хватали и вешали беженцев. Лейбович бежал к цистерианцам, принял обеты, стал священником и спустя 12 лет получил от апостольской столицы разрешение основать новый орден под названием Альбертины от святого Альберта, учителя Фомы Аквинского и покровителя ученых. Новый орден должен был заниматься сохранением любого знания как светского, так и религиозного, а братья заучивать на память книги, которые удастся доставить для них со всех концов света. В конце концов Лейбович был опознан простаками как бывший ученый и принял мученическую смерть через повешение. Однако основанный им орден сохранился, и когда вновь стало можно безопасно владеть написанными документами, много книг восстановили по памяти. Правда, первенство отдали священным книгам истории, гуманитарным и общественным наукам, поскольку объем памяти запоминавших был ограничен, и лишь немногие братья имели образование, необходимое для понимания точных наук. От огромной сокровищницы человеческого знания осталось только жалкое собрание рукописных книг. Сейчас, по прошествии шести веков мрака, монахи ордена Лейбовича по-прежнему хранили эти книги, изучали, переписывали их и ждали. Для них не имел значения факт, что знание, сохраненное от гибели, никому не нужно, а порой даже и непонятно. Знание хранилось в книгах, спасение его было их обязанностью, и они сохранят его, даже если тьма в мире продлится десять тысяч лет. В следующем году брат Фрэнсис Джерард из Юты вернулся в пустыню и снова постился в одиночестве. Еще раз ослабевший и схудавший предстал он перед Аббатом, желавшим знать, продолжает ли упрямый послушник утверждать, что говорит с причастными небесных сонмов или же готов отречься от своего прошлогоднего рассказа. «Ничего не поделаешь, учитель, я видел!» повторил юноша. И снова Аббат выпорол его во имя Христа и вновь отложил его посвящение. Однако таинственный документ после изготовления копии был отослан в семинарию для изучения. Брат Фрэнсис остался послушником и по-прежнему мечтал о часовне, которая однажды встанет на месте его находки. «Упрямый молокосос!» злился Аббат. «Почему никто больше не видел этого глупого паломника, ежели сей неопрятный человек направлялся в Аббатство? Еще одна мальчишеская выходка, чтобы адвокат дьявола мог кричать об обмане. Подумать только на бедренная повязка из конопляного полотна!» Однако это конопляное полотно беспокоило Аббата, поскольку легенда утверждала, будто Лейбовича повесили в конопляном мешке на голове вместо капюшона. Брат Фрэнсис провел в послушниках семь лет, перенес семь постов в пустыне и стал весьма искусен в подражании голосам волков. Ради развлечения братья он подзывал волчью стаю к Аббатству, воя со стен после наступления темноты. Днем он прислуживал на кухне, чистил каменные полы и продолжал изучение древностей. Однажды прибыл верхом на осле посланница с семинарии, неся радостные вести. «Известно уже!» Сообщил он, что документы найденные здесь подлинные, если говорить о времени их возникновения, а схема каким-то образом связана с работами вашего основателя. Сейчас ее отправили в Новый Ватикан для дальнейшего изучения». «Значит, возможно, то подлинная реликвия Лейбовича?» Но посланник не хотел заходить так далеко, поэтому лишь многозначительно поднял брови. «Говорят, Лейбович был вдов в дни, когда принял монашеские обеты. Если бы удалось установить имя его умершей жены...» Аббат вспомнил записку из металлической коробки относительно продуктов для какой-то женщины и тоже лишь поднял брови. Вскоре после этого он вызвал к себе брата Фрэнсиса. «Мальчик мой», сияя, сказал он, «думаю, пришло и для тебя время принять монашеские обеты. Хочу также похвалить тебя за терпение и выдержку. Не будем больше разговаривать о твоей встрече с тем странником в пустыне. Ты хороший простак. Если хочешь, можешь встать на колени, чтобы получить мое благословение». Брат Фрэнсис вздохнул и пал на землю без чувств. Аббат благословил его и привел в себя, после чего позволил принять торжественную клятву альбертинских братьев Лейбовича, в которой молодой человек обещал жить в нужде, чистоте, послушании и блюсти устав ордена. Вскоре его определили учеником в скрипторий к старому монаху по имени Хорнер, где он, несомненно, провел бы остаток жизни, украшая страницы алгебраических текстов узорами из листьев оливы и смеющихся ангелочков. «Твоем распоряжении пять часов в неделю», прокаркал его престарелый наставник, «которые можешь, если захочешь, посвятить реализации своего утвержденного проекта. Если же нет, употребишь это время на переписывание суммы теологика и существующих фрагментарных копий британской энциклопедии». Молодой монах поразмыслил над словами начальника, а потом спросил, «А могу я посвятить это время выполнению копии схемы Лейбовича?» Брат Хорнер с сомнением нахмурился. «Не знаю, сын мой, наш почтенный аббат излишне болезненно реагирует на это. Боюсь, что...» Брат Фрэнсис принялся горячо просить его. «Ну, хорошо», неохотно сказал старец. «Полагаю, то будет довольно кратковременное занятие, а потому разрешаю его». Молодой монах выбрал самую красивую шкурку ягненка из тех, что нашел, и много недель сушил ее, растягивал и разглаживал камнем, чтобы получить идеально гладкую снежно-белую поверхность. Еще больше времени потратил он на изучение в мельчайших деталях копий драгоценного документа, так что знал каждую самую тонкую линию и знак в сложной сети геометрических обозначений и таинственных символов. Он сидел над нею до тех пор, пока не стал с закрытыми глазами видеть всю эту путаницу. Дополнительные недели провел он в монастырской библиотеке в поисках какой-либо информации, могущей помочь хоть немного понять рисунок. Брат Джерис, молодой монах, работавший вместе с Фрэнсисом в скриптории и часто смеявшийся над чудесной встречей в пустыне, заглянул ему через плечо и спросил щуря глаза. Скажи мне, пожалуйста, что значит транзисторный регулятор для узла 6Б? Безусловно, это название вещи, изображенной на рисунке, ответил слегка раздраженный Фрэнсис, поскольку Джерис просто прочел вслух название документа. Наверняка, согласился с ним Джерис, но что за вещь представляет этот рисунок? Несомненно, транзисторный регулятор для узла 6Б. Джерис язвительно рассмеялся, а брат Фрэнсис представляет скорее абстрактное понятие, нежели конкретный предмет. Это явно нераспознаваемый образ какого-нибудь предмета, разве что настолько стилизованный, что обнаружение этого требует специального образования. По-моему, транзисторный регулятор является какой-то абстракцией высшего порядка с трансцендентными свойствами. «Да какой же области знания она касаема?» спросил Джерис с лицемерной улыбкой на лице. «Ну...» Брат Фрэнсис помолчал, Лейбович перед посвящением был по профессии электронщиком. Думаю, это понятие относится к забытому искусству, называвшемуся электроникой. «Так поведано». «Ну а что было предметом этого искусства, брат?» «Это тоже поведано. Предметом электроники был электрон, который некий сохранившийся во фрагментах источник называет отрицательным разворотом ничто». «Твоя прозорливость произвела на меня большое впечатление», заметил Джерис. «А может, ты скажешь мне, как можно отрицать ничто?» Брат Фрэнсис слегка покраснел и горячечно принялся искать ответ. «Я полагаю, отрицание ничто должно в результате дать нечто», продолжал Джерис. «Следовательно, электрон должен быть разворотом нечто. Разве что отрицание касается самого разворота, и тогда это означало бы раскручивание ничто. Разве не так?» Он захохотал. «Мудрые были древние. Полагаю, Фрэнсис, скоро ты научишься раскручивать ничто, и тогда электрон окажется среди нас. Где мы тогда его поместим? Может, на алтаре?» «Этого я сказать не могу», холодно ответил Фрэнсис. «Однако верю, что некогда электрон существовал, даже если не знаю, как он был сконструирован и для чего служил». Иконоборец язвительно расхохотался и вернулся к своей работе. Этот инцидент огорчил Фрэнсиса, но не поколебал в нем веры в реализацию проекта. Вскоре, исчерпав скромные запасы информации монастырской библиотеки, касающейся забытого искусства основателя ордена альбертинцев, молодой монах начал подготовку предварительных эскизов узоров, которые собирался использовать для своей копии. Сама схема, поскольку ее содержание оставалось непонятным, должна быть скопирована с идеальной точностью и нанесена угольно-черными линиями. Однако буквы и цифры брат Фрэнсис собирался написать шрифтом более декоративным и цветным, а не просто черными буквами, употреблявшимися древними. А текст, содержащийся в квадратной таблице о заглавленной детальной описании, будет размещен приятным для глаза манером вдоль краев документа на свитках и щитах, поддерживаемых голубями и ангелами. Черные линии рисунка станут менее строгими и суровыми, если он изобразит геометрический орнамент в виде беседки, а кроме того украсит рисунок зелеными побегами винограда, золотыми плодами, птицами, а может и коварным змием. На самом верху листа разместится образ Святой Троицы, а внизу герб ордена альбертинцев. Таким вот образом транзисторный регулятор блаженного Лейбовича будет прославлен и сделан привлекательным как для глаза, так и для разума. Когда Фрэнсис закончил предварительные эскиз копии, он робко представил ее брату Хорнеру для дальнейших указаний или одобрения. Я вижу, сказал старец с ноткой сожаления в голосе, что твой проект займет значительно больше времени, чем я ожидал, но все же работай над ним и дальше. Этот узор прекрасен, действительно прекрасен. Спасибо тебе, брат. Старик нагнулся ниже и многозначительно подмигнул. Я слышал, что ускорен процесс канонизации блаженного Лейбовича. Так что, возможно, наш почтенный аббат менее, чем прежде, обеспокоен. Ну, ты понимаешь, о чем я. Разумеется, все братья с радостью приняли это счастливое известие. Правда, Лейбовича причислили к лику блаженных уже очень давно, но совершение последнего шага про возглашение его святым могло тянуться еще много лет, даже если сам процесс был в разгаре. Имелась также возможность, что адвокат дьявола сумеет найти доказательство, которое вообще сделает канонизацию невозможной. Спустя много месяцев после того, как замыслил реализацию проекта, брат Фрэнсис начал, наконец, работу на подготовленной им шкурке. Сложность рисунка, исключительная тонкость процесса наложения позолоты, изображение тонких, как волос, деталей схемы требовали нескольких лет напряженной работы. А когда Фрэнсисы стали подводить глаза, проходили порой целые недели, прежде чем он решался даже притронуться к рисунку из опасения совершить хотя бы малейшую ошибку. Но постепенно, с трудом, древний рисунок становился необычайно красивым. Братья аббатства Лейбовича собирались, чтобы следить за работой Фрэнсиса, в полголоса обмениваясь замечаниями. А некоторые даже говорили, что само вдохновение на создание такой красоты свидетельствует об истинности его встречи с паломником, который мог быть блаженным Лейбовичем. Не понимаю, почему ты не используешь свое время для работы над каким-нибудь полезным телом? Звучал, однако, комментарий брата Джериса. Сей скептически настроенный монах посвящал свое время изготовлению и украшению абажуров из овечьих шкур под масляные лампы в часовне аббатства. Брат Хорнер, старый мастер-копеист, заболел. И через несколько недель стало ясно, что любимый всеми монах лежит на смертном адре. Среди всеобщей печали и траура аббат назначил руководителем скриптория брата Джериса. Панихида по брату Хорнеру прошла в начале рождественского поста, а затем бренные останки праведника предали его родной земле. На следующий день брат Джерис сообщил Фрэнсису, что пора уже перестать заниматься детскими шалостями и заняться делом, достойным мужчины. Фрэнсис послушно обернул ценный рисунок пергаментом, положил на полку, придавив толстой доской и взялся за изготовление абажуров из овечьих шкур. Он не возразил даже словом, удовлетворившись мыслью, что однажды душа брата Джериса последует за братом Хорнером, дабы начать жизнь, для которой работа в скриптории была лишь первым этапом. И тогда, если будет на то воля Бога, он, Фрэнсис, закончит свой любимый документ. Однако проведение взяло дело в свои руки несколько раньше. Следующим летом в аббатство прибыл некий мансеньер в сопровождении нескольких семинаристов и вооруженной свиты верхом на ослах. Он заявил, что прибыл из Нового Ватикана как адвокат Лейбовича на процессе канонизации, дабы изучить на месте все доступные доказательства, способные возыметь значение для дела, включая рожду изюты. Мансеньера приняли очень тепло. Разместили в комнатах предназначенных для прибывающих сановников церкви, а для услуг выделили шестерых монахов, исполнявших каждое желание гостя. Открыли бочки с лучшим вином, охотники ловили селками толстых перепелов, а каждый вечер адвокаты Лейбовича развлекали скрипачи и труп пошутов, хотя гость требовал, чтобы жизнебатство шла своим чередом. На третий день после приезда сановника Аббат послал за братом Фрэнсисом. «Мансеньер да Симон желает тебя видеть», сказал он. «Если ты дашь волю воображению, парень, мы сделаем из твоих кишок струны для скрипок, тело бросим на съедение волкам, а кости похороним в неосвещенной земле. А сейчас иди предстань перед обличьем почтенного человека». Брату Фрэнсису не требовались после горячечного бреда, результата первого его пустынного бдения. Он никогда не вспоминал о встрече с незнакомцем, разве что вопрос задавали прямо, не позволял он себе и догадок касательно его личности. Интерес высших церковных властей к таинственному паломнику слегка испугал его, поэтому он не смело постучал в двери Мансеньора. Однако опасения оказались беспочвенными. Мансеньор де Симон был мягким, тактичным сановником, глубоко интересующимся жизненным путем молодого монаха. «А сейчас расскажи мне о встрече с пресном блаженным основателем нашего ордена», попросил он после нескольких минут разговора. «Я никогда не утверждал, что он был нашим блаженным, конечно, нет, сын мой. У меня с собой рассказ об этом полученный из иных источников, и я хочу, чтобы ты его прочел и либо подтвердил, либо уточнил». Он сделал паузу, чтобы вынуть из дорожного ларца свиток, который затем подал Фрэнсису. «Разумеется, мои информаторы знают историю по наслышке», добавил он, «и лишь ты располагаешь сведениями из первых рук, поэтому хочу, чтобы ты уточнил ее очень добросовестно». «Разумеется, то, что случилось в сущности, было очень просто, отче». Однако уже сама толщина свитка говорила о том, что рассказ, основанный на слухах, не так прост. Брат Фрэнсис читал его с растущим страхом, вскоре сменился подлинным ужасом. «Ты побледнел, сын мой?» сказал почтенный священник. «Что-то случилось?» «Это... это все было совсем не так», проблеял брат Фрэнсис. «Он сказал мне всего несколько слов. Я видел его всего раз. Он только спросил дорогу к аббатству и постучал по камню, под которым я нашел реликвию. И не было небесных хоров? О, нет! И неправда, что он имел ореолы, что ковер из роз покрыл дорогу, которой он удалился. «Бог-свидетель, не было ничего подобного!» «Ну что же...» вздохнул адвокат. «Рассказы путешественников всегда полны преувеличений». Он выглядел огорченным, поэтому Фрэнсис поспешил извиниться. Но священник уже сменил тему, словно та не имела решающего значения для дела. «Естины и чудеса, старательно задокументированные», объяснил он. «Во всяком случае, у меня хорошая новость о записках, которые ты нашел. Мы узнали имя жены, умершей до того, как основатель нашего ордена принял обед. Да?» «Да. Ее звали Эмилия». Несмотря на разочарование, вызванное рассказом брата Фрэнсиса о встрече с паломником, мансеньор де Симон провел пять дней на месте находки. Его сопровождала толпа полных энтузиазма послушников аббатства, вооруженных кирками и лопатами. После обширных раскопок адвокат вернулся с небольшим количеством артефактов и одной вздутой жестяной банкой, содержащей высохшую массу, которая некогда могла быть квашеной капустой. Перед отъездом мансеньор посетил скриптории и пожелал увидеть сделанную Фрэнсисом копию знаменитой схемы. Молодой монах уверял, что она не стоит внимания такого человека, но показал ее поспешно, и руки у него тряслись от возбуждения. «О боже!» воскликнул мансеньор. «Закончи это, брат! Закончи обязательно!» Фрэнсис с улыбкой взглянул на брата Джериса, а тот быстро отвернулся и затылок его подозрительно покраснел. На следующее утро Фрэнсис вновь взялся за работу над украшением копии, используя для этого золотую фольгу, гусиные перья, кисти и краски. А потом прибыл верхом на ослах другой кортеж из Нового Ватикана с полным набором семинаристов и вооруженных стражников для защиты от разбойников. Во главе их стоял мансеньор с небольшими рогами и торчащими клыками, по крайней мере, так уверяли потом несколько послушников, который представился как адвокат дьявола, противник канонизации Лейбовича и заявил, что приехал провести следствие, а может и определить степень ответственности по делу о невероятных и истерических слухах, дошедших даже до высших сановников Нового Ватикана. Он ясно дал понять, что не потерпит никакого романтического вздора. Аббат встретил его вежливо и предложил железную койку в келье с окном, выходящим на юг, извинившись при этом, что гостевых комнат недавно коснулся бичоспы. Мансеньора обслуживала собственная свита, а ел он кашу с травами в трапезной вместе с монахами аббатства. «Если не ошибаюсь, тебе часто случается падать в обморок», сказал он брату Фрэнсису, когда пришел этот страшный час. «Сколько членов твоей семьи страдало эпилепсией или безумием?» «Ни одного, экселленс». «Никакой я не экселленс», рявкнул сановник. «А сейчас мы выжмем из тебя всю правду». Тон его голоса предполагал, что это будет простая и легкая хирургическая операция, которую уже давно следовало провести. «Ты слышал, что документы можно искусственно состарить?» Брат Фрэнсис о таком никогда не слышал. «Ты знаешь, что жену Лейбовича звали Эмилия, а Эмма не является уменьшением от Эмилии?» Этого Фрэнсис не знал, но вспомнил из времен своего детства, что родители его не придавали особого значения тому, как обращаться друг к другу. «Если присноблаженный Лейбович предпочитал называть ее Эммой, я уверен...» Монсеньор разгневался и атаковал Фрэнсиса оружием семантики. А когда наконец оставил одного, ошеломленный монах терялся в догадках, видел он когда-нибудь какого-то паломника или нет. Перед отъездом и этот адвокат пожелал увидеть украшенную копию схемы, но на сей раз руки брата Фрэнсиса дрожали от страха, поскольку мог последовать приказ прекратить дальнейшую работу над любимым проектом. Однако Монсеньор только постоял, глядя на документ, с некоторым трудом проглотил слюну и с усилием кивнул. «У тебя богатое воображение», признал он. «Но все мы уже давно это знаем, не так ли?» Рога Монсеньора тут же укоротились на целый дюйм, и в тот же вечер он уехал в Новый Ватикан. Спокойно уплывали года, покрывая морщинами лица молодых когда-то братьев и серебря их виски. Извечная работа в монастыре продолжалась непрерывно, снабжая внешний мир тонкой струйкой многократно копируемых и заново переписываемых манускриптов. Брат Джерис предложил устроить типографию, но когда аббат спросил его о причинах, нашел лишь один ответ, чтобы увеличить объемы выпуска. Вот как! И что ты будешь делать со всей этой бумагой в мире, которая вполне устраивает общая неграмотность? Продавать селянам на растопку? Разочарованный брат Джерис только пожал плечами и скрипторий остался при чернильнице и гусином перья. Но вот однажды весной, незадолго до Великого Поста, прибыл посланец с радостным известием. Процесс канонизации Лейбовича закончился. Вскоре соберется коллегия кардиналов и основатель Ордена Альбертинцев будет вписан в святцы. Пока все радовались этой новости, Аббат, уже ссохшийся и впавший в детство, вызвал перед дочи своей брата Фрэнсиса и прохрепел. Его святейшество требует твоего присутствия во время канонизации Исаака Эдварда Лейбовича. Собирайся в дорогу. Потом ворчливо добавил и не грохнись тут в обморок. Путешествие до Нового Ватикана должно было занять не менее трех месяцев, а может и больше, поскольку продолжительность его зависела от того, как далеко сумеет забраться брат Фрэнсис, прежде чем банды разбойников, встречи с которой ему все равно не избежать, лишит его осла. Фрэнсис отправился в одиночку и без оружия. С собой он взял только нищенскую плошку и украшенную копию схемы Лейбовича, молясь, чтобы ее у него не отняли. Однако в качестве средства предосторожности он наложил черную повязку на правый глаз, поскольку даже упоминание о наведении чар могло обратить в бегство шайку суеверных селян. Так, вооруженный и экипированный, двинулся он в путь, послушный вызову первосвященника. Спустя два с лишним месяца он встретил своего разбойника на горной дороге, извивавшейся среди деревьев и удаленной от каких-либо селений. То был невысокий мужчина, сильный, как бык, с блестящей лысиной и челюстью подобной гранитной плите. Он стоял крестив на груди мощные лапы и разглядывал небольшую фигурку наслея. Разбойник был вроде бы один, вооруженный только ножом, которого даже не вынул из-за пояса. Его появление несколько разочаровало брата Фрэнсиса, поскольку втайне он мечтал о новой встрече с паломником. «Слась!» сказал разбойник. Осел остановился, брат Фрэнсис сдвинул с головы капюшон, чтобы показать повязку на глазу и коснулся ее пальцем, а затем стал медленно поднимать, словно желая открыть нечто ужасное. Разбойник откинул голову назад и разразился смехом, который мог бы исходить из глотки самого дьявола. Фрэнсис пробормотал какое-то заклинание, но разбойника это явно не испугало. «Вы, болтуны в черных мешках, затаскали этот фокус много лет назад», заявил он. «Слезай!» Фрэнсис улыбнулся, пожал плечами и без слова протеста слез с осла. «Желаю тебе доброго дня, господин, весело», сказал он. «Можешь взять себе осла, думаю, пешая прогулка пойдет мне на пользу». Он улыбнулся и хотел идти дальше. «Погоди-ка», остановил его разбойник, «раздевайся догола и посмотрим, что у тебя в суме». Брат Фрэнсис коснулся нищенской миски и беспомощно развел руками, но разбойник снова лишь насмешливо рассмеялся. «Видал я уже и этот номер с миской», сказал он. «Последний парень, изображавший нищего, носил в башмаке золото, а теперь снимай тряпки». Брат Фрэнсис выставил на показ свои сандалии, после чего принялся раздеваться. Разбойник обыскал его одежду, ничего там не нашел и бросил ему обратно. «А теперь показывай, что у тебя в суме». «Это просто документ, господин», запротестовал монах. «Он ценен лишь для своего владельца». «Открывай!» Фрэнсис молча повиновался, позолотые цветные украшения ярко засверкали в лучах солнца, продирающихся сквозь густые листья. Разбойник открыл рот и тихо присвистнул. «Красивая безделушка, моя баба наверняка захочет повесить это на стене». Он продолжал смотреть молча, пока брату Фрэнсису не стало плохо. «Если ты послал его, чтобы испытать меня, мысленно молился он, позволь мне умереть, как пристало мужчине, и пусть он возьмет это с трупа твоего слуги, раз уж так должно быть». «Сверни это», решил, наконец, разбойник. «Господин, прошу тебя», плаксиво заговорил монах, «не забираю человека плод трудов его жизни. Пятнадцать лет украшал я сей манускрипт и... Смотрите-ка, так ты сам это сделал». Разбойник откинул голову назад и вновь рассмеялся. Фрэнсис покраснел. «Не вижу в том ничего смешного, господин». Задыхаясь от смеха, разбойник ткнул в него пальцем. «Пятнадцать лет, чтобы сделать игрушку из бумаги? Так вот, чем ты занимаешься. А теперь скажи, зачем? Дай хоть одну осмысленную причину. Пятнадцать лет!» Фрэнсис остолбенело смотрел на него, не в силах придумать ответ, который уменьшил бы презрение бандита. Он осторожно протянул документ, разбойник взял его двумя руками и сделал движение, словно хотел разорвать пополам. «Иисус, Мари, Иосиф!» душераздирающе крикнул монах и рухнул на колени. «Ради Господа, пощадите!» Разбойник несколько смягчился и, презрительно фыркнув, швырнул манускрипт на землю. «Я буду сражаться с тобой за это, все, что господину угодно». Они приняли боевую стойку, монах перекрестился, вспомнив, что борьба была некогда священным спортом и ринулся в бой. Три секунды спустя он, постановая, лежал на земле, придавленный горой мускулов. Острый камень, казалось, рассекал ему спину пополам. «Э-э-э!» захохотал разбойник и встал, чтобы забрать добычу. Сложив руки, как для молитвы, брат Фрэнсис пополз за ним на коленях, моляя за всех сил. Бандит обернулся. «Думаю, ты целовал бы мои башмаки, чтобы это вернуть». Фрэнсис поравнялся с ним и страстно поцеловал его башмаки. Это оказалось слишком даже для такого крепкого орешка, каким был разбойник. С проклятием швырнув манускрипт на землю, он забрался на осла-монаха, брат Фрэнсис схватил ценный документ и побежал рядом с бандитом, многословно благодаря его и осыпая благословениями, пока тот удалялся на его осле. Наконец, послал последнее благословение исчезающей фигуре и возблагодарил Господа, что существуют такие благородные разбойники. И все же, когда бандит скрылся среди деревьев, монаху вдруг стало грустно. Пятнадцать лет, чтобы сделать бумажную игрушку. Насмешливый голос продолжал звучать у него в ушах. «Зачем? Дай хоть одну осмысленную причину». Фрэнсис не привык к бесцеремонности внешнего мира, к его жестоким обычаям и грубому поведению. Язвительные слова разбойника здорово задели его, и он шел дальше, опустив голову. У него даже возникла мысль бросить документ в заросли и оставить на милость погоды. Но отец Жуан предложил взять манускрипт в качестве дара, поэтому он не мог явиться с пустыми руками. Успокоившись, он отправился дальше. Наступил долгожданный час. Торжественная церемония началась как великолепный спектакль звуков, полных достоинства движений, живых цветов в величественной базилике. И когда дух был, наконец, вызван, один из мансиньоров, Фрэнсис заметил, что то был де Симон, адвокат святого, встал и обратился к святому Петру, чтобы тот молвил устами льва 22-го, одновременно приказав собравшимся слушать. Затем папа спокойно объявил, что Исаак Эдвард Лейбович является святым, и церемония закончилась. Этот древний и никому неизвестный техник принадлежал теперь к сонму святых господних, и когда хор запел, брат Фрэнсис добросовестно помолился своему новому патрону. Его святейшество быстро вошел в зал для аудиенции, где ждал его брат Фрэнсис, застегнув врасплох маленького монаха, который на мгновение лишился дара речи. Он торопливо встал на колени, чтобы поцеловать кольцо рыбака и получить папское благословение, а когда встал, понял, что держит за спиной прекрасный документ, словно стыдится его. Папа заметил это движение и улыбнулся. «Ты принес какой-то дар, сын мой?» спросил он. Монах нервно проглотил слюну, тупо кивнул и вынул руку из-за спины. Наместник Христа долго с каменным лицом смотрел на рисунок. С каждой уходящей секундой на сердце у брата Фрэнсиса становилось всё тяжелее. «Это так», пробормотал он, «жалкий дар, мне стыдно, что я потерял так много времени на него». Папа, казалось, его не слышал. «Ты понимаешь значение символики святого Исаака?» спросил он с интересом, разглядывая абстрактный рисунок транзисторной цепи. Фрэнсис молча покачал головой. «Что бы это ни значило...» начал папа и замолчал, а потом улыбнулся и сменил тему разговора. Фрэнсису оказали такую честь не потому, что принято какое-то официальное решение по делу паломника. Его пригласили в Новый Ватикан благодаря роли, которую он сыграл в обнаружении очень важных документов и реликвий святого, независимо от того, как они были найдены. Фрэнсис пробормотал слова благодарности. Папа снова взглянул на разрисованную схему. «Что бы это ни значило, тихо повторил он, эта частица знания, хоть и мертвая, когда-нибудь живет». Он улыбнулся онемевшему монаху и многозначительно подмигнул. «И мы ее до того самого дня». Только тут Фрэнсис заметил, что мантия папы изрядно потрепана, в ковре, покрывавшем пол протерты дыры, а с потолка осыпается гипс. Однако на полках, тянувшихся вдоль стен, стояли книги. Красивые разноцветные книги, рассказывающие о непонятных вещах, скопированные людьми, задачей которых было не понимать, а спасать. И книги эти ждали. «Прощай, сын мой». И маленький хранитель светильника знаний, шаркая ногами, пошел обратно в свое аббатство. Сердце его пело, когда он подходил к логову разбойника. А если разбойника не окажется на месте, брат Фрэнсис собирался дождаться его возвращения. на сей раз у него был ответ на его вопрос. первых pilots Продолжение следует...